Все отношения со временем меняются, и вместо кофе в постель получаешь бодрящий утренний пранк. Но нет. Любимая, у меня для тебя кое-что есть. Главным сюрпризом становятся носки, которые нужно зашить. К тому же они еще и не очень ароматные. Такой подарочек не особо радует. Но что делать? Это быт. Поначалу главное это романтика. Нарисовать помадой сердечко на зеркале. Сделать селфи на его фоне. И отправить любимому. В ответ получаешь стикер с сердечками. Вот счастье-то! Парень делает ответное селфи с большим розовым медведем. Определенно влюбленный мужчина способен даже на такие подвиги. Начало отношений это бесконечный обмен эмодзи с сердечками и поцелуйчиками. Но посмотрим на эту же парочку год спустя. Романтика это принести домой полные сумки продуктов. Настоящий добытчик. О, видеозвонок от любимой. Откуда ты звонишь? Из туалета? Так и есть, она забыла включить в список покупок туалетную бумагу. Да, когда в самый ответственный момент под рукой пустая втулка. Как-то они до романтических смайликов. Ну ты раньше не могла вспомнить? Я уже почти дома. Ну ладно. Наивысшая степень любви вернутся в магазин за бумагой. И так каждый раз. Первые свидания обычно проходят в кафе. Изучение меню – волнующий процесс. Заказывай, что хочешь, любимая. Ох, только бы денег хватило. Ну вот, наконец-то девушка определилась. Но, кажется, ее желания не совпадают с его возможностями. Спокойствие, только спокойствие. Девушки приносят салат. А парню – бесплатный стакан воды. Нет-нет, я совсем не голоден. В дальнейшем, походу, вообще пить становится проще. Ммм, а чем это так пахнет? Идем на запах. Шаурма – это вкусно и просто. А главное – недорого. Дайте две. Вот он, настоящий гастрономический праздник. Приветливый повар еще и бонусы раздает. Не то, что в этих чопорных кафе. Ммм, вкуснятина. Только вот ноги в туфлях устали. Долой их, чего стесняться. Все давно свои. Подправить макияж тайком от парня в первый месяц отношений так делают все. Хочется выглядеть идеально. Заодно пощипать брови. Вдруг он заметит пару лишних волосков. Главное успеть, пока не пришел. Ура! Удалось. Теперь надо аккуратно спрятать вещь доки. Парень тоже хочет быть на высоте. Пока девушка не видит, украдкой поправляет прическу. Какая красивая пара. Как все меняется, когда проходит год. Можно сидеть на диване и выдергивать волосы. Из носа. Ты видел эти заросли? Кошмар. Присутствие парня ее совсем не смущает. Да и о чем говорить, когда у него самого огромный прыщ на лбу. Настоящая близость это когда парень готов помочь девушке с депиляцией ноздрей. В этом деле он просто мастер. Она же в свою очередь не против заняться его прыщом. Фух, наконец-то я его выдавила. Начало романа сплошной праздник. Даже обычная пицца, заказанная на дом, кажется чем-то невероятным. Но при этом все так чинно-благородно. Каждый хочет продемонстрировать идеальные манеры за столом. Упс, неприятный сюрприз. Пицца-то с луком. Катастрофа. Свежее дыхание, прощай. Ситуацию нужно спасать. Быстро в ванную. Срочно почистить зубы. Этого мало. Может, любимый парфюм поможет? Мамочки, я уже готова обработать себя освежителем воздуха. Нет, нет, больше никакой пиццы. Разве что маленький кусочек без лука. Но такие мелочи перестают иметь значение, когда отношения в паре длятся довольно долго. Чесночку побольше добавить в блюда. Почему бы и нет? Укрепляем иммунитет. Ммм, а запах-то запах. Добавляем в лапшу. И супу не повредит. А она настолько увлеклась, что добавила чеснок даже в сладкую выпечку. Ну да ладно. Ароматный обед почти готов. На ловца и зверь бежит. Дорогая, а чем это так вкусно пахнет? Чесночком. Моя ты хозяюшка. Поначалу девушка похожа на заботливую кошечку, которая только и ждет, чтобы приласкать своего парня после работы. Миленький устал. Давай массаж сделаю. Тяжелый день, бедняжка. Тебе нужно расслабиться. Почему-то спустя год уже не наблюдается такого рвения. И возвращение уставшего возлюбленного не повод откладывать смартфон. Что, устал? Ну сделай гимнастику для шеи и все пройдет. А если сделает массаж, то точно не руками. О, откуда запах? Ты мнешь мне спину ногами? Ну ты совсем обленилась. Такая любовь. Устроить пикник вдвоем, как это романтично. Взять картинку со всем необходимым. И расположиться на лужайке. Вино по бокалам и можно наслаждаться жизнью. И друг другом. Шоколадку. С удовольствием, любимая. А когда парень дарит милую мягкую игрушку, уровень счастья просто зашкаливает. Какой он внимательный. Пикник у бывалой парочки выглядит не так утонченно. Связка сосисок, батон, кока-кола. Сосиски можно есть и сырыми. Да и хлеб можно не нарезать. Хозяйственная девушка запаслась и чем-то вкусненьким, домашним. Осталось найти столовые приборы. Неужели забыли? Фух, есть вилка на дне корзины. Но всего одна. А, не беда. Нами одной хватит. И вообще, у нас все на двоих. Ведь это и есть любовь. Первый месяц отношений удивлять парня своими кулинарными подвигами особенно приятно. Так, тесто раскатала. Форму маслом смазала. Но вот незадача. Банка с джемом не открывается. К счастью, в доме есть сильные руки. Которым такая задача вполне по плечу. Вау, ты мой герой. Удивительные метаморфозы происходят с парой спустя год. Он лежит на диване. Она занимается домашней работой. Можно больше не притворяться слабой и беззащитной. Ну и кто здесь супергерой? Даже диван с ленивцем может поднять. Но это не отменяет раздражение в адрес мужчины. Обещал на руках носить, а сам? В самом начале отношений забота о фигуре стоит на первом месте. Ух, я буду стройной, как лань. Да и парень не отстает. Хочется поиграть с мускулами. Со временем фитнес несколько видов изменяется. Во всяком случае у девушки. И превращается в мытье пола. А вот сильный пол предпочитает пассивные виды спорта. Все, что требуется. Время от времени поднимать ноги. Физические упражнения так утомляют. Когда отношения только завязываются, парочка часто отжигает на вечеринках вместе. Беззаботные танцы в кругу друзей. И если вдруг к девушке начнет подкатывать какой-то тип, реакция второй половинки будет практически молниеносной. Он бросается на соперника, как Отелло. Разделавшись с негодяем, мачо возвращается к возлюбленной. Защитник, герой. Но через год картина меняется. И даже при появлении нахального приставалы, который тянет к девушке свои лапы, ее парень как-то не торопится вмешиваться. Я здесь вообще-то с парнем. Сейчас он тебе покажет. Эээ, я ее не знаю. Впервые вижу. Ты посмотри, он даже пытается спрятаться. Эх, придется самой разбираться с нахалом. Когда встречаешься с парнем всего-ничего, девушкам очень важен их внешний вид. Кажется, что любовь избранника напрямую зависит от ее одежды. Поэтому сборы на свидание превращаются в нечто эпохальное. Перевоплощение за перевоплощением. Пацанка. Девочка-зефирка. Зайчик. Медсестра. О нет, это слишком. Наконец, нужный образ найден. Ура! Но проходит время, и создание идеального образа отходит на второй план. Ох, кажется, кто-то давно не разбирал шкаф. Откуда у меня столько вещей? Берем вещи, которые первыми попадутся под руку. И создаем из них спонтанный стильный лук. Образ сумасшедшего художника? Почему бы нет? Главное, что любимому нравится. Понравились наши скетчи про парочку в начале отношений и год спустя? Тогда скорее пиши в комментарии, какая из этих ситуаций заставила тебя улыбнуться. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше роликов про отношения от команды Трум-трум Селект.